Добрый день! Это программа «Здоровье онлайн». И сегодня гость в студии – клинический психолог, гипнолог Игорь Владимирович Белоусов. Здравствуйте, Игорь Владимирович! Тема программы – алкоголизм и депрессия. Каким образом они взаимосвязаны? – Я предпочел бы иной термин – алкогольная зависимость, потому что с моей точки зрения об алкоголизме можно говорить тогда, когда речь идет о психиатрическом статусе пациента. То есть когда мы имеем психотические проявления, связанные с злоупотреблением алкоголем. До этого момента речь идет о, чаще всего, неврозе, который пациент компенсирует при помощи алкоголя. И в итоге это превращается в самостоятельную проблему. А как можно понять, когда становится это проблемой? Ведь часто даже в самой культуре, в русской, то есть выпить горько, горе залить, запить и так далее. То есть у нас это очень у многих проявляется таким образом. Но как часто это становится настоящей проблемой, зависимостью? – Для большинства людей, употребляющих алкоголь, это проблема. Просто для кого-то это проблема в большей степени, для кого-то в меньшей. Для кого-то это трагедия. Нет таких людей, которые регулярно употребляли бы алкоголь и могли бы назвать себя вполне счастливыми, и не имеющими проблем со здоровьем, либо в социуме. Это совершенно очевидно. Алкоголь никому не помощник. И распространенные суеверия о том, что алкоголь реально может повлиять на улучшение настроения, на социальную адаптацию. Потому что вроде бы как все пьют, и, соответственно, выпадать из общей массы вредно, как многие полагают. И может привести к проблемам с окружением. Вообще, на самом деле, алкоголь, будучи депрессантом центральной нервной системы, это его фармакологическое свойство, не надо об этом забывать, не может быть достаточным компенсаторным механизмом при возникновении, скажем, нарушений настроения, то есть депрессивных состояний. Грубо пытаться корректировать ухудшение настроения при помощи алкоголя, занятие абсурдное. Потому что депрессант центральной нервной системы не может избавить от депрессии. То есть, грубо говоря, часто воспринимают алкоголь как антидепрессант как раз, да? То есть вечером расслабиться после рабочего дня, после рабочей недели. А на самом деле это то, что становится ядом и загоняет человека в депрессию. Ну, вне всяких сомнений. Большинство людей используют алкоголь как сучковатую дубину, которую можно, так сказать, самостоятельно ударить себя по затылку и, так сказать, на время отключиться от социального взаимодействия, от различных накопившихся проблем, просто путем отключения всех, так сказать, функций анализа. И в данном случае, ну, с таким же успехом можно использовать все, что угодно другое, что может действительно человека вывести из полноценного вменяемого состояния. Поэтому алкоголь ложно, так сказать, воспринимается средством восстановления функций центральной нервной системы, так как это, в общем-то, действительно уже в культуре, это в процессе научения, становления личности. И большинство, так сказать, людей, у которых возникают проблемы с алкогольной зависимостью, в этом совершенно не повинны. То есть это проблема социума, это проблема окружения, это проблема воспитателей, значимых взрослых, педагогов и так далее. То есть большинство людей мотивируют на алкоголизацию еще в раннем детстве. То есть все вот такие, ну, скажем, кодирующие формулы, которые человек потом развивает, так сказать, уже в виде поведенческих реакций, закладываются в раннем возрасте, в раннем детстве. И эта схема, так сказать, работает уже не одно десятилетие. Это что значит, что ребенок учится тому, что ведет себя в доме? Вне всяких сомнений, любой ребенок подражает поведению взрослых. И большинство взрослых алкоголизирует, так сказать, при детях. И связано это, как правило, с радостью, с праздниками. Ведь большинство праздников, оно проводится под гидой, так сказать, алкоголизации. И дети вырабатывают условный рефлекс праздник, веселье, тире, алкоголь. Со всеми вытекающими. То есть это и запахи, это и, так сказать, определенные поведенческие конструкты. Это все, что их окружает. И фактически дети без критики впитывают всю эту модель просто, так сказать, в чистом виде. Защититься они не могут, так как энергетически слабы. Им просто не хватит нервной энергии. И, соответственно, все это в виде уже кодов поведенческих закладывается. В дальнейшем они просто реализуются уже в подростковом возрасте, и в постпубертате, и далее, в взрослом возрасте. Ну, мне кажется, проблема еще в том, что, в тавтологии сейчас получится, что проблемы многие-то и не видят. Ну, что такого? Вроде как не запиваемся же, а выпивают. Вот когда эта грань уже пройдена? Когда слишком часто? Когда каждый вечер? Или когда? Когда это из-за какой-то, может быть, перерастаясь в проблему? Для каждого человека индивидуально. Но если человек себя не может уже намеревать в жизнь, как некоторые пациенты иногда задают вопрос, а что, Игорь Владимирович, будет, вот если я выпью все-таки на следующей неделе? То есть человек говорит о себе фактически в третьем лице, как о каком-то чужом дяде или тете. То есть он не может свое поведение контролировать совершенно. И если это так, то значит в дефекте функции саморегуляции, основные функции центральной нервной системы. И, соответственно, такой человек не может иметь позитивные цели в жизни. Потому что он, ну, как бы изначально, так сказать, деструктивен. То есть он не может прогнозировать, и его жизнь крайне обеднена. И она, так сказать, вся завязана вот вокруг алкоголя. И алкоголь становится и таким черным солнцем, вокруг которого происходит все. Даже если какие-то возникают социальные действия, да, какие-то контакты, все равно так или иначе это будет связано с алкоголизацией. Это можно проследить на примере людей, которые уже, так сказать, даже морфологически изменены алкоголем. Ну, все их видели, так сказать, где-то на помойках. Вот. В их, так сказать, социальной структуре все происходящее, оно напоминает какое-то кривое зеркало. То есть некую пародию на нормальные человеческие взаимоотношения. К этому человек легко может прийти, если забудет вообще, с чем он имеет дело. А тогда в какой момент стоит задуматься, что нужно что-то с этим делать? Когда человек не может контролировать свое поведение. Хорошо. Когда он принимает решение, что завтра ему нужно сделать какие-то, так сказать, важные дела. А вечером он опять, то, что называется, в санях. То есть, следовательно, все планы, так сказать, у него нарушаются. И весь строй жизни превращается в езду по бездорожью. Поэтому такие вещи отследить довольно легко, когда человек проводит какую-то реконструкцию, так сказать, событий недавнего прошлого. И понимает, что все, что он хотел сделать, в общем-то, пошло прахом. А что делать? Нужно, во-первых, понять природу этого явления. Чаще всего мы имеем дело с избыточным возбуждением нервных центров, то есть, с неврозом. И так как человеку в этом состоянии очень дискомфортно, то есть, вот такой внутренний зажим, он вызывает массу неприятных ощущений на всех уровнях. И на телесном, и на эмоциональном. И человек пытается как-то это компенсировать, как-то от этого избавиться. И самые, так сказать, известные способы, которые навязаны индивиду социумом, это курение, алкоголь, азартные игры и так далее. То, что, так сказать, мы именуем зависимыми формами поведения. То есть, эти зависимости сначала как компенсаторный режим возникают, а потом превращаются в самостоятельную проблему, в самостоятельно оформленный невроз. Со своими условными рефлексами, со своей клиникой, ну и со своими последствиями. А гипноз может помочь справиться с этим состоянием? Понимаю, что тут сразу две проблемы. И может быть и депрессивное состояние, и алкоголизация. Безусловно. Ведь нужно понимать, что гипнотерапия, клинический гипноз – это ядро психотерапии. Я бы сказал больше. Психотерапия – это и есть применение гипноза в клинической практике. Все остальные методологические основания, они, мягко говоря, сомнительны. И без применения гипноза невозможно повлиять на тело невроза, на основную проблему, на избыточное возбуждение нервных центров. Все остальное является уже прилагательным к основной методологической базе. То есть это и собеседование, это и поведенческая терапия и разные аспекты, которые мы обсуждаем в ходе взаимодействия терапевтического. Но основой основ является использование клинического гипноза как средство избавления человека от вот этого внутреннего зажима, от избыточного возбуждения нервных центров или, как говорил академик Павлов, напряжение нервной системы. То есть когда это напряжение уходит, соответственно, симптоматика, связанная с компенсаторными режимами и зависимость от алкоголя, то есть пресловутая тяга к алкоголю, она резко снижается. То же самое мы можем говорить по табачной зависимости, которая в чистом виде, условно-рефлекторно. То есть там нет проблемы, связанные с биохимическими процессами, с пресловутыми канцерогенами, содержащимися в табаке, с никотином, который не может вызывать никакой физической зависимости. Да и, собственно, там и табака-то нет, там, в общем, резаная бумага, это, так сказать, знают те люди, которые причастны к процессу. Речь идет об условно-рефлекторной зависимости, которая, по сути, по своей является обсессивно-компульсивным неврозом, и человека нужно не запугивать курением сигаретами, там, черными легкими и ужасами, так сказать, и последствиями. Да, его нужно лечить от невроза, его нужно лечить от невроза навязчивых действий. И в этом смысле, если у специалиста понимания нет, этиология этих расстройств, все будет сводиться к запугиванию, к нелепым, так сказать, каким-то увещеваниям, которые ни к чему не будут приводить. Потому что пациент, страдающий от табачной зависимости, он и так в неврозе, у него и так избыточно возбуждена нервная система. Пытаться его еще дальше, так сказать, давить, да, там, заставлять курить на 40-градусном морозе, как-то, так сказать, права его каким-то образом постоянно урезать, да, то есть это фактически унижение дальнейшее. Вот, и, естественно, такой человек не получает полноценного лечения, вот, а, собственно, его просто шпыняют везде и всюду. Вот, с таким же успехом можно пинать, не знаю, больных гриппом или сахарным диабетом, так сказать, и требовать от них, чтобы они немедленно избавились от своей проблемы. Вот проблема в чем, действительно. Но, что говорите про табачную зависимость и про алкогольную, тут же еще история в том, что человек и так испытывает гамму, чувство такую прям негативную, он и страх, и стыд испытывает. А если говорить про лечение с помощью гипноза, есть ли там такое стрессовое состояние, когда вот, ну, нельзя и точка, когда человек сталкивается, тут просто вот не пить, не курить или нет, или это мягкое воздействие? Вы понимаете, нет ни мягкого воздействия, ни жесткого воздействия. Речь идет о целостной парадигме. Понимаете, если мы имеем в виду, что невроз – это проблема электрофизическая, то есть это проблема избыточного возбуждения нервных центров, то есть нехватки торможения и фактически дефицита торможения. То есть в этом случае нужно заниматься чем? Восстановлением баланса торможения возбуждения. Гипнотерапия – это и есть восстановление баланса. То есть лишней атрибутики здесь не надо. Какая жесткость, какая… Понимаете, речь идет о вот подобного рода странных подходах, тогда, когда тот или иной специалист не понимает природы гипнотизации, не понимает вообще, что нужно делать и не знает, какие за этим последуют результаты. Вот тогда всплывают различного рода методологические ухищрения, там всякие, так сказать, новые определения с неясной по форме дефиницией, когда мы имеем название трансовые состояния, там какие-то эриксоновский гипноз, неэриксоновский гипноз. Все это, так сказать, с моей точки зрения, связано с не только терминологической путаницей, но и с невежеством и, скажем так, профессиональной дезадаптацией специалистов, которые этим занимаются. Когда смотришь американские фильмы, там бывает, что зависимость сидят в кружке и говорят, у меня такая проблема, у меня такая проблема. А гипноз – это индивидуальный всегда подход? Или таким образом тоже нужно про себя рассказывать кому-то, что у тебя какая проблема? Вы понимаете, гипноз и гипнотерапия – это, в общем-то, способ довольно быстрого решения основной задачи. То есть это как в травматологии. Травматолог имеет дело с травмой, и ему нужно быстро оценить характер травмы, глубину, так сказать, дефектов, поражения, соответственно, создать условия для заживления этой травмы, для устранения, так сказать, последствий этого травмирования. И уж дело самого пациента – решать для себя какие-то моральные, так сказать, задачи и так далее. Это не дело специалиста, понимаете? И в данном случае клинический психолог, гипнотерапевт должен следовать этому правилу. То есть его задача – не разбор полетов, не попытка, так сказать, разобраться в семейных перипетиях, или там кто прав, кто виноват, почему человек уволили с работы или не уволили. Конечно, этот обзор, он может иметь место по ходу терапевтического вмешательства, но основной задачей, как я это себе представляю, следует считать устранение самого дефекта. Если специалист на это не способен, то он зря получает хлебные карточки. Если говорить о депрессивном состоянии, о депрессии, все-таки это не просто плохое настроение или хандра, а как распознать ее, как понять, что есть болезнь, есть проблема? Ну, здесь, как и, так сказать, в реактивных формах депрессии, существует ряд критериев, тут ничего сложного нет. Если плохое настроение, вот такой упадок сил сохраняется довольно длительное время, если последовательно, так сказать, отсекаются привычные интересы человека, то есть вчера вот он любил ходить в театр, сегодня это ему глубоко безразлично, то есть постепенно эмоциональная сфера объединяется, так сказать, социальные контакты постепенно, так сказать, куда-то устраняются, вот человек начинает создавать искусственно дистанцию, то есть где-то он не берет телефонную трубку, где-то, так сказать, к нему в гости пришли, он дверь не открывает, вот, понимаете, и большинство людей отлично понимают, что с ними что-то не так, но в ряде случаев не понимают, что с ними не так. И если это состояние длится какое-то длительное время, оно может модифицироваться, оно может переходить уже в разряд функциональных расстройств, различных психосоматических заболеваний, то есть могут возникать вегетативные дисфункции, то, что, так сказать, называется вегетосудистой дистонии, то есть это тахикардии, приступы, так сказать, паники, нарушения сна, само собой возникают, то есть масса самых неприятных симптомов, которые могут возникать как следствие реактивной депрессии, ну и, естественно, если человек пытается это состояние компенсировать при помощи алкоголя, все будет усугублено, вот, алкоголизация, так сказать, окончательно центральную нервную систему добьет. Но подождите, получается, что если, допустим, получается у человека депрессия, он на фоне этого пьет, с утра просыпается, ему еще хуже, у него снова еще хуже состояние, получается, это вообще круг, который будет сужаться, сужаться и сужаться? Естественно. К чему это может привести? В дальнейшем чаще всего возникают по психосоматическим механизмам какие-то серьезные уже органические заболевания. То есть сначала это психосоматика, потом страдает какой-нибудь орган, система органов, и человек уходит в лечение того или иного расстройства здоровья. Ведь на самом деле нужно к тому неврозу вернуться и начинать алкоголизм. Чаще всего уже точка невозврата пройдена, и здесь уже возвращаться некуда. То есть нужно просто делать все вовремя. Да это вовремя, оно же тоже важно, вот в какое время? Может быть, в этом случае, если человек не понимает, близкие каким-то образом могут помочь или нет? Естественно. Близкие должны создавать ситуацию нетерпимости к алкоголизации, если речь идет об этом. То есть, само собой, пытаться, так сказать, на все это сквозь пальцы смотреть, это будет то, что называется, себе дороже. И сигналы должны идти четкие потенциальному, так сказать, пациенту, что его поведение недопустимо. И если он действительно чувствует себя плохо в эмоциональном смысле, физическом, то, естественно, ему нужно обращаться к специалистам, а не к алкоголю, как вот такому, так сказать, привычному средству регулирования настроения. Есть такая еще распространенная фраза и мнение, что женский алкоголизм неизлечим. Понятно, что он излечим, но правда ли, что сложнее с женщинами работать, нежели с мужчинами? Более 20 лет практики у меня я не отметил, так сказать, какой-то серьезной проблемы, связанной с женщинами или, не знаю, с людьми старшего возраста или с подростками. Но откуда-то эта фраза же пошла в народ? Ну, откуда-то пошла. Ну, может быть, сейчас есть, не знаю, в процентном соотношении, что, может быть, больше женщин стало обращаться или нет? Нет, все то же самое, что по неврозам. И мужчина, и женщина одного вида биологического, и все человеческое и мужчинам, и женщинам не чуждо. И поэтому специфика психотерапии, там, мужская или женская, это, так сказать, мне кажется, чье-то заблуждение, вот, граничащие с какими-то, вообще, мистификациями. Поэтому здесь всегда речь идет об индивидуальных особенностях личности, мужчины или женщины. Еще один вопрос с сайта. Скажите, нужно ли менять круг друзей, когда отказываешься от алкоголя? Зависит от глубины дефекта. В ряде случаев ситуация настолько серьезна, а окружение настолько влиятельно, что следует действительно немедленно устранять практически весь круг знакомых. Скажем, при терапии героиновой зависимости, это является обязательным условием, например. Если этого не происходит, то и сама терапия, она теряет всякий смысл. А что касается алкогольной зависимости, все индивидуально. В ряде случаев это необходимо. Но в этом случае, наверное, работа со специалистами человеку просто показана, да? Потому что одному в этой ситуации остаться вообще страшно. Вы понимаете, работа со специалистом нужна в любом случае. Понимаете, в ряде ситуаций человек может устранить алкоголь из своей жизни путем, так сказать, вот такого дальнейшего напряжения нервной системы. И это создаст неблагоприятные условия для центральной нервной системы. То есть человек может усугубить невроз, при этом отказавшись от алкоголя. Это часто наблюдают родственники, окружающие пациента, который был то, что называется, закодирован. То есть лечебных мероприятий никаких не было проведено, но был создан запрет фармакологический, либо психологический для употребления алкоголя. Человек перестал употреблять алкоголь, а нервное напряжение никуда не ушло. И оно должно быть компенсировано. И оно будет компенсировано чем-то иным. То есть человек может перейти уже в разряд психосоматических пациентов. То есть у него что-то начнет болеть, какие-то еще возникнут проблемы. И очень часто возникают, так сказать, вопросы у родственников. А надо ли было этому человеку прекращать алкоголизацию, потому что он стал совершенно невыносим? Ну, тот вариант работать как раз уже комплексно. Спасибо за интереснейший разговор. Думаю, мы к нему еще вернемся, напоминая, что сегодня в гостях в студии был Игорь Владимирович Белоусов, клинический психолог-гипнолог. Записаться на прием к клиническому психологу Игорю Владимировичу Белоусову можно по телефону 213-99-05. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...